Трем подписчикам и гостям, я Джетли, я знаю, что это немножко не тот ракурс, в котором вы привыкли меня видеть. Но, знаете что? У нас сегодня будет распаковка сухпайка. Это о вопросе, что я ем, когда у меня кончаются деньги. Если честно, этот сухпайок просрочен на 2 года, но есть одна мудрость. Если кончервы не вздулись в банке, значит их еще можно есть. Вот, это сухпайок РФ. Я не выставляю это как рекламный объект, просто, блин, ну, это действительно то, чем я пытаюсь, когда мне нечего есть. Ну, в плане, я не могу ничего купить, потому что нет денег, поэтому я ем сухпайки. И, короче, это автономный для экипажей автотранспорта, номер 3. Они разные бывают, то есть, где-то вегетарианское меню, где-то там с мясом, тры-пыры, короче, вот несколько типов, чтобы не было, ну, чтобы они не приелись. То есть, разные вкусы, чтобы не надоело. Что же в нем должно быть? Это написано вот, вот. 1. Галеты армейские, 50 грамм. Банка консервов говядина тушеной, 250 грамм. Банка консервов гуляш из говядины, 250 грамм. Палочка фруктовая зарядка ассорти, 50 грамм. Концентрат тонизирующего напитка, 25 грамм. Чай черный, 2 грамма. Кофе растворимый, 2 грамма. Сахарный песок, 30 граммов. Палочка фруктовая, 45 граммов. Соль, 5 граммов. Перец черный, 1 грамм. Разогреватель портативный. Спички водо-ветроустойчивые. Салфетка бумажная, 3 штуки. Салфетка дезинфицирующая, 3 комплекта. Леденец, ложка пластмассовая. Ух, можно выдохнуть. У меня есть еще армейский паек, но я его уже вскрыла. И сейчас мы будем вскрывать вот эту. Вот эту прекрасную вещь. Где-то здесь, по идее, его можно не забрать, можно здесь. Вот. О! Запах такой, как будто, знаете, такой черный хлеб со злаками, ну, превратился в сухарь и немножко где-то полежал. Вот такой вот запах сейчас сразу мне ударил у нас. Давайте смотреть, что там внутри. А, ага. Чай индийский. Тот самый. Чай индийский, черный, байховый, мелкий, высший сорт. Массы нет-то 2 грамма. Способ приготовления. Положите пакетик в чашку, залейте кипятком и дайте настояться 2-3 минуты. Приятного чаепития. Так, что это такое? Адаптовит вишня. Концентрат сухой, быстро растущий... А! Концентрат сухой, быстро растворимый адаптонапиток вишни, обогащенный витаминами. Витаминами. Короче, это что-то типа компотика, либо кислинки, которая тоже, ну, тоже продавалась раньше, и её можно было заваривать, и получался такой напиток. Немножко... Немножко газированный по вкусу, но довольно сладкий. Я не помню, как он точно называется, потому что... Или что я уже что-то помню, это уже... Ух, какое событие! Я под таблетками просто всё забываю, у меня была медикаментозная кома, вот, и я в ней пролежала полгода. Я просто полгода лечения нифига не помню. Это спички. Очень крутые спички, я вам скажу, да. Они горят даже в воде. То есть вы можете их зажечь в дождливый день на улице где-нибудь, и легко развести костёр. Но они используются немножко для другой цели. Я пока это кладу в рандомном порядке, потом мы с вами подведём итоги, мы увидим, что есть. Вот. Короче, есть салфетки, в которые обёрнута пластмассовая ложка как раз. Пластмассовая ложка, я должна вам сказать, что очень странная, потому что такое ощущение, как будто кто-то её укусил уже. Укусил. Я знаю, что, наверное, это просто проблема этого сухопайка, но... Ну вот, так-то так. Так, далее, что у нас есть? Сахар. Очень много сахара. Кто-то сахар использует, я не знаю. Это можно... У меня есть небольшая сахарность, можно в неё всё насыпать, она заполнит. Так, сахар. Окей. Ещё сахар. Видимо, для тех, кто любит послаще. Кофе натуральный растворимый, порошкообразный. Вот он. Зелёненький такой. Как кузнечик. Так, теперь мы переходим, пожалуй, к кое-чему поинтересней. А именно. Повидло яблочное. О! Смотрите-ка! Заряд чернослив, абрикос и фундук. Офигеть! Нас кушает армия. Ну, действительно, вообще-то, армия их кушает. Я эту штуку оставлю пока что не тронут, и пока мы не досмотрим. Потом я попробую. Есть какая-то конфетка со вкусом лимона. Наверное, её как раз в чай добавлять надо. Так, вот так вот. Салфетки. Да. Салфетки дезинфицирующие. Две штуки. О! Ещё две штуки. И ещё две штуки. То есть, шесть салфеток у нас есть. Дезинфицирующих. Это, в принципе, неплохо. Это галеты. А, нет. Почему-то в этом сухпайке нету двух видов галет. Обычно, как раз-таки, из муки пшеничной первого сорта. И такие более тёмные, короче, они, похоже, по вкусу. Как раз-таки, на чёрный хлеб. Я не помню, какие они. Ну, на них мажут повидло. На них мажут, там, всякую консерву. Их можно вообще по-разному использовать. Вот. Срок годности 24 месяца. У меня уже просроченный. Но я всё равно попробую. Так. Перец чёрный. Угу. Хотя, что тут перчить, я не понимаю. По крайней мере, пока что. Может, я сейчас пойму что-либо. Так. Это соль. Это весьма интересно, потому что в армейских сухпайках, честно говоря, немножко не так дела стоят. Так. Говяж. Говяж. Куляш говяжий. Консервы мясные. Перед употреблением разогреть. Но, как вы понимаете, тут уже немножко произошла деформация. И я не могу понять, они то ли немножко вздуты, то ли ещё что-то, но... Угу. Гуляш я не хочу, честно говоря, пробовать. По крайней мере, потому что я не ем говядину. Ну. Просто я не могу есть говядину. Говядина тушёная, консервы мясные. Тоже непонятки. Тоже деформированная пачка. Если бы она была просто деформированной, и у них не закончилась и бы срок годности, то можно было бы их съесть. А так, ну, не стоит, я думаю. И тут ещё есть портативный разогреватель. Я его лично не буду распаковывать. Я вам покажу просто из другого сухопайка. Это спиртовые таблетки, которые... Я не знаю, вам видно, нет? Железка тут есть, в железке. Короче, таблетку суёте в железку, в эту. Она собирается. Её поджигаете спичками. Просто таки вот этими. И наверх ставите, допустим, гуляш. Давайте попробуем, что это такое вообще. Это гематоген, шоколад или сырок какой-то. Потому что в прошлый раз в армейском пайке была жвачка Дироу Стимору, по-моему, написано было. С вишней. Нет, не с вишней. С виноградом. Вот. На вкус было весьма недужное. И шоколад там был. Ну, а на шоколад можно было сломать зубы. Это я вам честно скажу. Ага, то есть тут, короче, такая хрень. О. Пахнет отвратительно. На что похоже? Шок! Сейчас вы увидите, короче, момент, который будет у меня на превьюхе видео. Знаете, в принципе, неплохо. Это получается переработанные сушеные фрукты. Сушеные. Вот. Я думаю, говядину мы пробовать не будем. Ни в коем случае. Можно отравиться. Зато теперь понятно, для чего соль и черный перец. Вот они точно не могут выйти по сроку годности. Хотя, тут написано, что срок хранения 24 месяца. Вот. Вот и это не может потерять срок годности. Хотя тут тоже, скорее всего, будет написано 24 месяца. Кофе не может выйти за срок годности. Это такой обычный, натуральный. Скорее всего, это обычный какой-то баночный кофеек, который мы с вами потом попробуем. Когда будем чайные разговоры снимать? Если вы хотите, конечно. Чайные разговоры. Если вы не знакомы с этой рубрикой, пожалуйста, нажмите на вкладку «Альбомы». У меня на странице на ютубе. И посмотрите альбомы, где выложены чайные истории. Чайные разговоры. Думаю, вы поймете. Вы умные. Так, мы вот это откладываем. Повидло яблочное. На вкус оно, ну, как недозревшее яблоко. То есть оно кислое. И тут я могу понять, для чего столько сахара. Потому что можно смешать повидло яблочное и сахар. И намазать это всё на галетки. Если вы не любите тушенку. Так тушенку можно на галеты мазать и этим обедать. То есть у нас сейчас по факту срок годности вышел только у тушенки. У остального срок годности в принципе не выходит. С сахаром ты не отравишься. Яблочное повидло, но как-то его попробуешь на вкус и поймёшь, оно пропало или нет. Просто лично я это сейчас не буду делать. Вот. Дезинфицирующие салфетки это вообще просто офигенная штука. Я сейчас возьму парочку и положу себе в пальто. в котором не хожу. Ну, насчёт ложки салфетки. Чай. Тоже обычно не пропадает. Спички тоже не пропадают. Так что вот. Как-то так. Как-то у нас всё это вышло. Странно. Такой паёк я в первый раз, ну, распаковываю. А раньше я распаковывала армейский паёк. Там еды было гораздо больше, гораздо больше всяких штучек таких интересных. Вот. Была ещё дезинфицирующая таблетка для воды. То есть если человек с таким сухопайком останавливается где-нибудь в лесу или у какой-то речки, он может набрать в чашку или в презерватив. Презервативы тоже должны быть у каждого, потому что если вы заблудитесь, потеряетесь, то в него можно налить воду и на догнёс кипятить воду. Он не порвётся, если внутрь него вода не сгорит. Вот. Тоже такой небольшой лайфхак. То есть человек может зачерпнуть воду из руки в какую-то ёмкость, бросить туда таблетку и прогреет на этой спиртовой таблетке с алюминиевой такой подставочкой. Прогреть. Она продезинфицируется. Её можно пить. Надеюсь, вам... Ну, я не знаю, было ли интересно это видео, скорее всего, нет. Но я давно хотела просто снять распаковку сухопайка. Почему нет? Вот. И если вы это смотрели, посмотрели, если вам это понравилось или не понравилось, вы можете написать комментарий, пожелания под этим видео или в моей группе. Ссылка на неё будет тоже под этим видео. Ну, вот. И, короче говоря, всем удачи, всем пока!